друзья всем привет в общем получил две посылки сразу скажу это двигатель на будущий трактор ок и шкив к нему кому интересно смотрите видос до конца заглянем что там внутри кому мужики не интересно это будет обычная распаковка внешний осмотр вот содержимого так что если вы все видели все знаете не смею задерживать ладно хор и ля-ля давайте распечатаю итак значит маленькая посылка повторюсь это шкивок большая посылка это двигатель выдали мне ее вот таким вот образом то есть это был верх судя по наклейке возможно транспортировочка происходило правильно мужики но не исключаю ту возможность что машине и могли переворачивать а только в пункте выдачи поставили правильно в общем сейчас все это дело посмотрим потому что вот здесь какая-то уже имеется дырень но она под упаковочной пленкой все это встречи скотчем замотана давайте начнем с маленькой и уберем ее в сторону так чтобы она уже не мешалась итак первая посылка мужики смотрим что внутри коробка большая запечатали почему-то так немножко пупырки и шкивок вот такого плана на 20 на 20 вал на 3 руб на 3 ручья в общем ничего особенного поближе мы его рассмотрим чуть позже литье такое так себе как и всегда все убираем в сторону и распечатываем коробку так ну чё погнали говорится наши городских сейчас срезаем стретч вот этот весь суп он нам мужики не мешал первый раз атакую получаю посылку замотанную в пленку обычно привозят коробку и все так это в сторону я думаю видно моделька смело срезаем так моделька кр-230 отмечена то ли мыша прогрызла то ли еще там чё снизу вроде не порвата так сейчас это убираю с кадра там не выпало вроде нормально ничего себе тут руководство пользователя почти формат а4 офигенная все на русском языке регулировочные винты ну в общем подробнейшая мужики инструкция вот сторону дальше пенопласт ключ лежит сверху воротка не вижу пока тоже в сторону пенопласт целый как ни странно ну значит не пинали это уже радует это мужики уже радует так теперь попытаюсь достать его отсюда сам конечно это двигатель мужики лифан вороточек вороточек есть прикольная штука есть наглушитель которая ставится в нужном направлении чтоб не на себя выхлоп можно сделать от себя а можно не ставить он будет в сторону все дальше вроде бы коробка пустая так убираем пока это тоже так смотрим вот у нас по картинке сместиться вот такой вот двигатель лифан так шпонка интересно на месте шпонка шпонка присутствует вал должен быть 20 так шпоночку тоже сторону внешний мужики вид сейчас посмотрим по быренькому тут ничего не было отломанным есть вот подкачечка вот это интересно я так и не пойму для чего вроде бы якобы для пустая пуска холодное время года вот как то так кто знает мужики напишите в комментариях для чего вот это вот подкачка все сейчас я поставлю на стол на верстак и более детально мы разглядим и так друзья включил камеру на широкий угол чтоб он хотя бы в кадр влазил вот значит по наклейкам по наклейкам все таки это к п 230 king power до объем цилиндра 223 вес максимальный крутящий момент две с половиной тысячи оборотов вот попросил сделать тракторок тяговым скорость ему не нужно вообще занизить его до минимума сколько можно 0 задняя передача как поэтому никаких проблем сделаем так как надо значит 8 лошадиных сил вроде бы заявлено так вот что заметил самая прикольная мужики нужное и правильное решение это нормальная крышка завинчивающийся потому что ну я на своем тракторе заливаю пол бака иначе это все дело вылазит через крышку ну такие вот вот эти пол оборотные крышки такое честно говоря не хочется материться здесь нормальная крышка есть либо там такая сколько заливать на цепочки никуда не потеряется вообще шикардос отлично так включатель-выключатель ну не знаю вот у нас других как-то он просто идет сюда провод да и на массу крышки здесь он как-то продолжается и куда-то идет уже конкретно то есть минуя массу крышки куда-то уходит сюда весь жгут спрятан в такую пластиковую коробку да бабушку ну отлично зато не надо никаких изолент там стяжек все он защелкнул все концевики спрятаны так здесь на корпусе не знаю будет видно не видно выбито лифан серийный номер вот такого плана щуп с метками есть на конце щупа какое-то масло значит его все-таки обкатывали возможно так что здесь штрих-код по которому можно просканировать все это дело проверяем шкив подходит вроде бы двадцатый вам сейчас даже скину шпоночку проверить все болт присутствует которым притягивается все это дело замечательно так глушак вот за что я говорил это вот вот эта вот штука зачастую есть приваренные и когда ставишь двигатель выхлоп весь идет в сторону водителя а здесь ее можно направить вниз вверх вперед либо вообще можно не ставить выхлоп будет в сторону так фильтр фильтр мужики сейчас заглянем тоже интересно фильтр обычный бумажный вот никаких масляных ванн здесь не нужно да все замечательно так сейчас завинчу пластиковый такой симпатичный бараш так здесь газ заслоночка и краник за кнопку я уже говорил у нас зимы такие он за окном плюс сейчас 6 градусов и дождь поэтому здесь вот интересно решение тоже на ручки заводной кусочек металлического какого-то профиля просверлен узел вставлен резинка просто как чехол вот такие вот дела так защита точнее не защита да вентилятор здесь вот он как-то ребра обдувает аж заворачивает на некоторых вот так до половины только она стоит в двигателях здесь как бы заявлено что улучшенное охлаждение вот тут тоже имеется какое-то литье вот вот со стороны бака ну не знаю посмотрим с этой стороны сейчас пробку выкручу есть щуп или нет потому что на некоторых двигателях ну не лифановских а вообще щуп отсутствует здесь щуп мужики присутствует вроде все выглядит замечательно и чудесно так ну что давайте заведем сейчас залью масло залью бензина и попробуем его завести так ну масло залил по уровню все так сказать замечательно все сейчас заливаем бензин и пробуем завести ну что давайте зальем бензина чуть-чуть леечка как всегда самая простецкая в общем ничего особенного я думаю хватит для начала так не ну замечательно притянул всю ну хоть верх ногами переворачиваем никуда ничего не потечет так где у нас тут эти вещи включено краник открываем ждем чуть-чуть пока набежит наверное не знаю да и пробуем заводить первый пуск не хочет делать не хочет попробую понажимать кнопку вот эту еще разок схватил еще разок заслонку открыл заслонку закрыл видать еще мало закачал ну первый пуск мужики еще разок возможно не отрегулирован возможно да запросто блин как он тихо работает елки-палки сейчас ему добавить надо чуть-чуть чуть-чуть ему надо добавить слишком наверное все на минимуме стоит так где моя тверточка маленькая чуть-чуть ему добавлю холостого сделаю два оборота точнее один пробуем блин мужики как он тихо работает это капец я уже себе такое хочу похоже на мотоциклетный двигатель на плитке скачет надо резинку принести сейчас принесу сейчас принесу мужики резина у меня есть и на ней поставил поставлю потому что плитка прыгает так вот принес кусок резины это с беговой дорожки старая когда-то были такие вещи пробуем еще разок так это сейчас мы в мастерской а если вынести на улицу и вообще слышно не будет мужики я такой же себе хочу офигенский а выхлоп какой давайте вынесем его на улицу и посмотрим со стороны я не знаю ну здесь метра может полтора наверное просто звук я отойду потом к камере и посмотрим на расстояние так запись вроде пошла в общем выставил движок примерно где-то метра полтора от камеры и сейчас на открытом воздухе без стен послушаем как работает двигатель подложил с той стороны правила там чуть уклончик ну чтоб он ровненько стоял вот сейчас заведу это будет уже как-то поинтереснее давайте камеру наверное поднесу к телефону и на расстоянии мужики послушаем работает стабильно и я вам скажу потише по звуку и колбасит его потише чем брайт тот который у меня стоит сейчас на тракторке не знаю почему возможно в брайт забыли вмонтировать какой-то противовес на коленвал но здесь стабильная работа прямо на лицо я уже влюбился в этот двигатель уже сие такую хочу вот реально по звуку кстати напоминает работу 17 сильного мужики мотора вот послушайте я сейчас на тракторок даже выгоню свой и заведу и рядом послушаем один двигатель и другой чисто для сравнения вот слышно даже как работают клапана то есть глушитель не забивает работу клапанов они именно работают вот слушайте рядышком с глушителем гуку вообще кайф мужики вообще кайф вот я не знаю кому как но мне есть чем сравнить сейчас рядом трактору туда поставлю куда-нибудь вот вот здесь вот и заведу и послушаем 7 сильный bright и ну этот вы уже слышали так ну запись вроде бы пошла не знаю там звук пишется нет сейчас заведу этот двигатель и заведу этот будут работать одновременно и также отойду и послушаем со стороны какой будет слышно сильнее это может быть и не неправильно но тем не менее результат будет налицо а 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 не знаю что там наснимал конечно но я думаю на видео должно быть мужики слышно разницу разницу ощутимую разницу вот как то так итак друзья на этом видос можно в принципе закончить работу посмотрели обзорчик небольшой получили ссылки еще раз повторюсь оставлять я не буду заказывал в интернете на свой страх и риск поэтому название мужики есть ищите их валом в сети поэтому где-то дороже где-то дешевле вот как то так движок мне очень понравился по крайней мере не знаю лучше наверно в два раза чем стоит у меня вот возможно приобрету себе такую же и поменяю очень понравился понравилась стабильная работа тихий и при этом ну возможно тяговитый вот и объем чуть чуть больше как то так поинтереснее так сказать вещи вот это самое 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 то что мне понравилось это вот даже крышка с трещоткой ухты только заметил крышечка то с трещоткой мужики то есть как на автомобиле не перетянешь прикол вообще шикардос точно на себе такую возьму ладно всем пока с вами был санек ждем звезды и уже конкретно будет будет постройщика миника pues то есть